Сегодня работали с клиентом, у него был запрос чувства стыда, который мешал ему жить и непонятно с чем оно связано. Когда он выступал, когда он творчеством занимается, ну когда он вообще начинает проявлять себя. И вот когда мы начали копать, в регрессе мы нашли тот момент, с чем это было связано. То есть в совсем маленьком возрасте, когда он еще в детский садик ходил, произошел такой эпизод, что родители ушли в какой-то бар, он остался рядом с бабушкой. Бабушка у него спросила, а ты знаешь, куда родители пошли? И он ей сказал, да, они пошли в бар ебаться. И в этот момент поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, что бы вы сделали со своим ребенком, если бы он вам такое заявил. Бабушка там, ну как бы, очень сильно его застыдила, запозорила, сказала, что она очень много плохого ему наговорила. И у ребенка очень сильно был эмоциональный шок. И у него сформировалась такая программа, что если я делаю, что хочу, говорю то, что думаю, то это позор, это стыд. И она закрепилась прямо в подсознании. То есть поэтому все время вот это чувство и возникало. И просто если вот сейчас найдутся люди, которые смотрят это видео и скажут, что они бы так же поступили, как эта бабушка, просто задумайтесь о своем поведении, да, осознайте, для чего вы это делаете и что руководит вами в этот момент. Вы боитесь чего? Почему вы начинаете на ребенка кричать или что-то такое делаете? Видите, ведь ребенок ни в чем не виноват. Он подцепил эти слова только из разговоров родителей, потому что они постоянно ругались матом. И он, в принципе, других слов и не знал. И, естественно, он выражал свои мысли через эти слова. То есть это совершенно естественно. Если вы показываете такой пример ребенку, он просто впитывает как губка, и он будет так же себя вести. Поэтому думайте то, что вы делаете и для чего вы это делаете. И увидимся в следующих видео.